дорогие друзья и вот восьмой день нашего путешествия по острову тенерифель сегодня мы рано утром переехали в новые апартаменты адрес апартаментов как связаться с хозяйкой этих апартаментов я написал остановите стоп-кадр кому нужно запишите и обязательно в комментариях ниже под фильмом я еще раз это напишу для тех кто заинтересуется потрясающие апартаменты очень сложно даже сказать какие лучшие потому что нам понравились и те и другие это такой бассейн у территории где располагается несколько апартаментов и так мы в самих апартаментов здесь две спальни и две туалетных комнат и то есть здесь можно расположиться двум семьям ну понятно что семьи должны быть как говорится в дружеских отношениях там родители дети или там может две семьи друзей например то даже как сайт балкон или лоджии ал помогай даже балкон или лоджии 2 или 2 так сказать 2 даже три можешь сказать вот еще одна спальня здесь такая вот как видите в розовом цвете здесь можно например ребенка ребенок девочка например будет счастлива в такой спальне кухня где есть все необходимое и над кухней вот такое окно сказать окошко за которому в которой можно наблюдать например за движением луны или солнца я такой первый раз кстати вижу вот здесь может располагаться например другая семья а вот здесь большой диван она расправляется в огромное огромное ложе превращается еще камин здесь камин настоящий камин правда мы не нашли куда дрова туда запихивать но это вы там сами разберетесь там по мою кнопочку нажимаешь и получаешь на полный релакс полное удовольствие вот за этим столом мы проведем много замечательных вечеров я хотел сказать утров утров и вечеров да есть газовый не камина как он называется газовый для того что про его запекать барбекюшница барбекюшница газовая да газовая барбекюшница ну а уж вина шампанского вы сами купите здесь хороший есть магазин ряд ушком буквально до магазина 200 метров идти как говорится в любом состоянии с закрытыми глазами можно дойти до этого чудесного магазинчика и вы первое что мы сделали алла сбегала в магазинчик играть я возьму себе вина немножечко немножечко на это утро а потом меня кричит володя помоги помоги я бегу а у нее в сумке 10 бутылок и руала это на что на утро что лишь ну вот что то на 8 дней на 8 на утро на утро как мне один наш дорогой зритель написал владимир вы потрясающе разливаете вино или него или потрясающе снимаете как разливают вино ну а что делать друзья мои ведь это испания это ты не рифи это канарские острова и разливать вино святая обязанность для мужчины чтобы видом на океан с видом на океан чтобы его женщина была счастлива алла была счастлива того что моментах есть все да в ней все она можно погладить она погладила свою белую блузку шестьдесят девятую и фен то это само собой и вот мы побежали да мы хотим сказать что этот восьмой день у нас немножко не получился не получился нет он он замечательный чудесный один из лучших дней не получилось то что мы запланировали мы запланировали сегодня на остров лагомера но утром начался такой шторм на море и сильный сильный ветер и мы пошли пешком гулять от и паром и подожди паром отменили мы поняли что ну раз отменили паром и раз у нас не получается на остров лагомера сплавать мы пойдем просто погуляем просто погуляем и то есть мы совершили сегодняшний день так как как и должны были совершить как многие из вас совершают как должны были совершить отдыхающие люди а мы очень часто дорогие наши друзья забываем что мы отдыхаем мне иногда ночью просыпаюсь и думаю что я работаю работаю и надо и али периодически давать легкий подзатыльник и напоминать что алла мы на отдыхе алла мы на отдыхе а мне всегда чего-то не хватает не хватает вон ветер смотрите какой ветер тут как говорится сами все видите играла держи держи свою эту косынку шарфик потому что из рук вырывала но самое главное дорогие друзья приношу свои извинения за дергание камеры вот вы его видите никуда от него не деться ветер настолько сильный он болтал не только камеру моих руках да он болтал меня всего целиком мои 120 килограмм как я не пытался закрепить руками и ногами себя постоянно вот это дергание камеры камер сильнейшим сильнейшим ветром и мне пришлось наверное половина своих видеокадров видеосъемок зарисовок не даже не ставить в этот фильм не вставлять в этот фильм потому что берегу ваше здоровье смотреть какой есть здесь в нашем городке есть costa adejo городок и рядом прям с нами соседей но они там тяжело даже границу там нет границы никакой costa adejo и los americanos они вместе два городка посмотрите что сделал сильнейший ветер с пляжем посмотрите пляж посмотрите он как бы как будто из бетона этот пляж и просто сильный сильный ветер песок вот посмотрите даже присмотритесь видите он прям как поземка такая да этот песочек прям отшлифовал весь пляж в принципе вы видели ходили спасатели в красной форме и купаться запрещали но тут побулькаться в волнах перед берегом на берегу то ну вот вот спасатели идут то в общем то увидите детишки плюхаются и взрослые некоторые там по колено разрешали заходить тем более вот этот пляж где мы сейчас находимся он абсолютно закрытый там маленько маленький выход в океан то есть здесь и волны несколько раз ниже и можно спокойно провести время ну по крайней мере загорать загорать здесь можно можно ни один списать того спасатель нет запрещает загорайте наслаждайтесь солнцем ветром воздухом а дорогие друзья чуть не забыл в прошлом фильме у нас был конкурс случай в хорватии я об этом конкурсе рассказал соответственно под тем фильмом под части номер 7 но здесь подвожу итоги кстати приз победителю уже летит почта россии куда летит германию то есть у нас и в италии уже приз улетел и в нижний новгород улетел куда только не улетел я с огромной радостью прихожу на почту а меня на почте все узнают выговорит кепочку кепочку отправляете я руда кепочку отправляем до всем все улыбаются и все очень интересуются кто и такой ну я на почте никому это полный секрет чтобы никто не знал тайна мы отправляемся дальше гулять по набережной коста одеха посмотреть какая набережная по ней можно даже босиком гулять теплые камни а погода-то теплой было 25 27 градусов тепла но просто ветер ветер как видите вот немножко нарушил планы я думаю не только нас всех всех людей которые в этот день отдыхали на острове тени рифи кто хотел купаться вот видите кое-кто немножко так как говорится трусы намочить полез в воду ну дальше спасатель не пускали а вот такой чудесный пляж один из лучших любимых пляжей людей отдыхающие в коста одеха это название не скажу фанабе ну в общем вы меня сейчас закидаете помидорами так будете кидать помидоры обязательно помидоры кидайте хороший посмотрите вот на этом пляже есть кроме стандартного классического песочка есть газон на этом газоне на этой травке можно полежать в любое время года и в любую погоду в том числе и в такой сильный ветер мы хотели сюда вернуться а почему не вернулись и получилось ты виновата штурман хотел здесь полежать здесь мы нашли такой небольшой пятачок я не знаю почему но ветер был намного тише чем других местах яла тут же плюхнулась бабулька моя плюхнулась на лавочку и решила позагорать а вот вот папа набережная набережная потрясающе много-много ресторанчиков кафе вы всегда спрашивать какие цены на всякий случай я вот вам снял видео посмотрите остановите стоп-кадр и там видно цены посмотрите ну что примерно сориентироваться и такие цены ну примерно более-менее одинаково во всем городе чуть чуть дороже там где например вы увидите белую скатер да если выйти в ресторане белую скатерть ну конечно дороже будет абсолютно какие чудесные машины и это не просто можешь я думал то выставка старинных автомобилей оказывается это такое кафе то есть люди забираются прям внутрь машины представляете тут это можно и фотосессию чудно устроить день рождения отпраздновать и прям прям в эту машину официанты приносят вам блюдо а вот здесь вот прекрасно можете увидеть какой ветер какой шторм на море смотрите без бедные пальмы мы проходили мимо у меня каждый раз сердце обливалось крови думал ой 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 не дай бог эту пальмочку просто поломает хорошо что они не очень раскидистая крона и нет как у дуба дубы поломала бы на и нож какой шторм посмотреть волны брызги мы стояли на высоте метров 20-30 от океана и брызги океана прям в лицо долетали вот такой сильный шторм и ветер вот тут стоишь и прям в глаза в лицо летят и в камеру летят брызги соленые брызги потом приходилось отмывать а здесь еще раз посмотрите что делает ветер он даже видно его присмотритесь вот это сильнейший ветер шторм и мелкая мелкая пыль песка летит и поэтому никто конечно не загорает все гуляют и и здорово и это здорово разнообразие вы же не пролезть две недели не сможете лежать на песке загорать вот как говорится сама матушка природа распоряжается тем что вы пошли из меня у людей счастье у людей счастья у этих спортсменов да у них счастье у них такой ветер это за счастье они утром когда проснулись увидели шторм увидели ветер и побежали и побежали они такие счастливы и довольны вот люди которые от этого шторма от этого ветра только выигрывают здесь есть такая местность где это как раз мы сейчас уже находимся в вас америка нас это как раз начинается граница но при я не знаю где в каком месте конкретно но вот именно вот здесь уже пляж вас америка нас вот и здесь люди видеть как развлекаются счастливые прыгают по волнам а мы завидуем мы стоим и завидуем смотрим я здесь пытался спрятаться за пальму и пытался держаться за пальму чтобы камера не вырывалась из моих рук и очень 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 сложно снимать болтает камеру вы видите как ее болтает прошу прощения ничего сделать не мог мы пошли от океана потому что я устал протирать объектив видеокамеры соленых брызг и мы сейчас лас америка нас это один из самых популярных молодежных можно сказать курортов острова тенерифе здесь жизнь бурлит и днем и ночью может быть только рано рано утром все спят и можно погулять здесь в полной тишине очень красиво сделано потрясающие тротуары аллеи дорожки огромное количество всевозможных торговых центров на любой кошелек и любой вкус концертные залы здесь стадионы здесь казино рестораны и самые лучшие не дорогие дорогие отели да и как видите все просто лос лоском блестит вот это огромный и торговый центр и концертный зал здесь вообще мы когда летели сюда прочитали что-то в этом вот комплексе пирамида по-моему называется здесь проходит самое лучшее фламенко танец фламенко и скажу по секрету мы пойдем единственное что я не знаю что произошло вы когда полетите на остров тенерифе еще раз прочитайте где будет она проходить потому что мы это фламенко смотрели в другом месте об этом у нас будет рассказ дальше поэтому забегать не буду огромное количество всяких супермаркетов магазинов ну в общем здесь можно купить все покушать кухня всякой китайской индийской не знаю американская французская итальянская любая кухня вы найдете здесь для себя поэтому рекомендуем для прогулок с детьми с любимым человеком и особенно конечно здорово здесь погулять тогда когда погода не дает возможности вам купаться он нагулявшись наглотавшись немножко пыли мы позвонили нашему другу наталья и она быстренько прилетела на своим на автомобиле амфибии за нами забрала и мы поехали в апартаменты а сейчас что будет о-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё И вот мы в апартаментах уже солнышко закатилась за косогор апартаменты называется утром хаус тенериф вы даже набрав от это название можете легко их найти например в букинге рекомендуем очень хорошие апартаменты ну мы не будем подожди люди могут подумать что мы примут рекламируем рекламе да не рекламируем и показываем как мы живем а как мы живем смотрите с нами снова сегодня вечером наталья наш друг потрясающий повар мы честно говоря вот смотрели как она искусно обращается например с рыбой там салатами так далее как она быстро все это делает мы честно говоря решили что она повар она говорит да нет я не повар наталья если будет скучно если будет скучно зови нас нет нет зови нас это ладно не об этом хотел сказать имиду скучность той деятельности которой она сейчас занимается ты можешь открыть ресторан и это будет шикарный ресторан ой смотрите как умела я только последний раз в армии портянки так вот быстро заматывал как она делает я почему мы сейчас глотаем слюни да мы сейчас объясним ну кроме того что это вкусно нереально вкусно вкусно это просто потрясающе вкусно вот в данный момент когда мы озвучиваем этот фильм уже идет самый большой самый строгий пост у православных а мы салой соблюдаем этот пост и поэтому монтировать фильм о том как мы отдыхали на тенерифе где испанская кухня она входит пятерку лучших кухонь мира я считаю я вот говорит и вот это вот смотреть сейчас а это все нельзя ну у нас для этого мы делаем видео мы делаем этот фильм чтобы смотреть на обед я буду показывать это на обед пока будем это будет называться в приглядку вот что это такое а у красная какие-то вяленые томаты наверное что такое но очень вкусное помидоры да это такое классическое тенерифское блюдо а это картошку картошка это уже можно сказать русско белорусское да и украинское блюдо славянское блюдо мы эту картошечку это просто был как до паек поставить а рыбу выше крыши а у нас кажется еще тунец здесь был не тунец а может быть это уже я не помню ну эти голова стеки как их называют раки наверное нет креветки креветки раки я запутал а я их называю раками морские раки вот я говорю наталья зачем зачем нам рыбы вот этой вот на два дня а сейчас а сейчас в поста ну в общем было очень вкусно а это шоколад сверху или что они это соус какой-то был соус уникальный и как говорил наш верный зритель вы красиво разливаете вино да мы будем разливать вино ругайтесь хотите не ругайтесь хотите ругайтесь а мы будем в испании разливать вино и красное и белое чудесное испанское вино сверчки сверчка шкали да луна над нами светила своим ярким глазом наблюдая за этим потрясающим романтическим столом дорогие наши друзья не уходите далеко наше путешествие по тенерифе продолжается подписывайтесь на мой канал и вы всегда будете в курсе самого вкусного самого интересного красивого доброго смотрите и улыбайтесь и будьте счастливы